всем привет меня зовут аиды добро пожаловать на мой канал и сегодняшнем видео хочу рассказать свою историю и ответить на один из самых часто задаваемых вопросов про то как я осталась в китае если вы подписаны на мой инстаграм потому что в последнее время я не была очень активна youtube канале то вы наверняка знаете что я уже закончила учебу в прошлом году 2020 я кончила сису и до сих пор нахожусь в китае и многие спрашивают как я осталась в китае потому что это опять касается темы визы правильно так и когда ты учишь у тебя студенческая виза на самом деле чтобы после окончания получить рабочую визу есть два главных условия то есть у вас должно быть два года опыта работы или у вас должно быть диплом от магистратуры в таком случае у вас есть возможность получить рабочую визу и устроиться на работу но у меня был абсолютно другой путь как я это все делала и поэтому я хочу рассказать об этом сегодня после окончания учебы у меня был проект от которых я работала на тот момент во время учебы и после окончания учебы я узнала о существовании предпринимательской визы то есть предпринимательскую визу могут получить все кто только закончил бакалавр и хочет начать как бы свое собственное дело или работать над проектом эта виза на самом деле особо ничем не обязывает но у вас должен быть проект срок того сколько вам времени дойдут на реализацию проекта зависит от вашего проекта это может быть три месяца шесть месяцев или один год чтобы подойти документы на предпринимательскую визу вы можете обратиться к агентству я обратил я ли и сама обратилась за помощью к агентству чтобы помочь мне но я не хочу упоминать эту компанию в своих видео или рекомендовать эту компанию потому что я осталась недовольна их сервисом так что да я не советую этот сервис но я просто хочу сказать чтобы вы знали что есть такая виза предпринимательская виза которую вы можете получить после окончания бакалавра мне из-за моего проекта дали 6 месяцев по окончанию 6 месяцев и у меня сейчас рабочая виза опять-таки у меня нет у меня нет два года опыта работы как по на самом деле необходимо или я не заканчивал и не было желание заканчивать магистратуры сейчас я работаю вместе я начала работать несколько месяцев назад с организацией friends of shanghai компания организация которая организует разного рода мероприятия в шанхае я начала работать вместе с ними как как их амбассадор на самом деле то есть я не была у меня не было никакой роли в компании но я была их амбассадорами до сих пор являюсь амбассадором friends of shanghai и через некоторое время когда мы начали вместе работать с ними возникла новая идея томас он является основателем friends of shanghai и ходе всего этого у нас возникла новая идея и так получилось что сейчас есть новая компания которая называется фос медиа то есть это медиа компания где будет интеграция ивентов мероприятий и также со стороны медиа то есть разные разного рода контент связанные с fashion lifestyle and entertainment мода образ жизни и развлечения то есть это наши как бы скажем ниша и да к чему это все ведет ведет веду это то что я сейчас работаю и у меня виза от фос медиа то есть благодаря этой компании у меня сейчас есть виза и я осталась и до сих пор нахожусь в китае как этот процесс происходил опять-таки вы можешь это есть специальное агентство с которыми вы вы можете вести переговоры и уже по вашему индивидуальные ситуации они скажут как это все можно делать моем случае я не знаю это это слишком долго объяснять я не могу объяснить это даже некоторые вещи словами так обстоятельства сложились что у меня получилось организовать организовать себе рабочую визу то есть это возможно то есть если вам нужно более подробная информация можете обратиться огромным количеством агентств который этим занимается в моем случае это было немножко как бы своеобразный случай но да сейчас есть фос медиа и уже сделали выпуск ваш нашего первого журнала над которым мы очень долго все работали и это абсолютно новая ниша для меня новая индустрия но тем не менее я очень вдохновлена тем что я сейчас делаю и я благодарна тому что все так сложилось то есть почему я не могу рассказать очень много деталей потому что это остается это касается фос медиа и это все-таки должно оставаться конфиденциальным но я просто хочу сказать что я закончила учебу у меня не было два года опыта работы и тем не менее есть возможность получить рабочую визу правда есть очень много моментов того какой страны вы являетесь и так далее тоже скажем сложности на которым с которыми я сталкивалась пока все это делала я оставлю некоторые ссылки я оставлю по я оставлю ссылку по работе для рабочей визы вот агентство которое мне помогало с этим я действительно довольна их сервисом и если вам будет интересно вы можете подписать как бы написать им для чтобы получить определенную консультацию и как я вам сказала то что это немножко более конфиденциальная информация про которую я не могу все рассказывать потому что это связано с другими людьми с клиентами и такую информацию это даже профессионально неэтично рассказывать все это на публику агентство которое помогло мне с рабочей визы я оставлю их контакты внизу тоже но если вам допустим вы хотите получить личную консультацию со мной то это так же возможно вы можете написать мне и за символичную плату я могу вам провести персональную консультацию наверное это все что я хочу поделиться в этом видео чтобы дать общую картину и ответить на вопрос как как я осталась китае почему типа как как я работал с и делала все связанные с видой если у вас остались более такие специфические вопросы или у вас есть какие другие вопросы на которые возможно не ответила в этом видео вы можете написать мне в комментариях и я постараюсь на них ответить в комментариях или возможно сделаю абсолютно новое видео как продолжение этого видео на которые я вас будет не раскрыла всю тему на на этом у меня все спасибо вам большое за просмотр увидимся в следующем видео пока